Здравствуйте! Вот, рассуждая на темы войны, военной истории, боевых действий, так сказать, военного искусства, мы обычно, моё поколение рассуждальщиков обычно упускает одну вещь – общественное мнение. Хотя, надо бы его было бы не упускать. Вот знаменитая, печально знаменитая Вьетнамская война. Вьетнамская война. На превьюшечку, на обложку этого видео я прикрепил одну фотографию. Фотография 1968 года, которая имела большое значение в поражении Америки в этой войне. На ней изображено, как полицейский генерал вьетнамский убивает пленного вьетконговца. Так они называли вьетконгом. Они называли силы вот эти вот, связанные с Севером. Северяне, которые воевали против Южного Вьетнама. А Южный Вьетнам пользовался поддержкой Соединённых Штатов. Вот такая вот фотография. Фотограф получил за неё Пуллицеровскую премию. Это вообще стало объектом, ну, вот таких вот ярких, яростных антивоенных выступлений. И в конце концов, американцам пришлось из Вьетнама уйти. Вот значительную часть, значительную роль в этом сыграло вот это вот антивоенное движение в Соединённых Штатах. Буквально это прям громовое было. Каждое лето оно обострялось. Это огромные толпы людей приходили в Вашингтон, требовали прекратить войну. Вот были столкновения, естественно, всё как положено. Но вот эта фотография была сделана, я ещё раз повторю, в 68-м году. Во время знаменитого вьетнамского наступления месяца Тет. У них такие вот названия у месяцев бывает, вьетнамский месяц Тет. Они устроили наступление на, так сказать, Сайгон. Часть вьетконговцев проникла в город. И они были, естественно, все в штатском, чтобы, значит, их не замечали. Ходили по адресам. Там, где жили, значит, скажем, родственники военнослужащих в Южно-Вьетнамской армии. Или, например, священники католические. Дело в том, что почему-то у Северного Вьетнама была такая вот неприязнь к христианской религии. Вот. Они выводили этих родственников на улицу, связывали, обливали бензином и сжигали. Вот такой вот у них способ был расправа устрашающий. Вообще-то говоря, вот это вот вьетконг, это были просочившиеся по тропе Хо Ши Мина. Или непосредственно через нейтральную полосу, которую разделял Северный Вьетнам и Южный. Значит, вот эти вот, так сказать, бойцы Северо-Вьетнамской армии, мужчины и женщины, которые вот тут действовали в подполье. Они терроризировали местное население. Американцы создавали для местного населения, местное население крестьяне, специально такие стратегические деревни. Деревня, окруженная, значит, забором таким вот из заостренных кольев. Такая вот импровизация. Это вот с целью того, чтобы вот днём они могли работать на полях, их бы охраняли, а ночью они будут прятаться за вот этим вот оградой, за Чистаковым. Так вот, во время этого наступления ТЭТ, вот творились такие вот вещи. Того вьетнамского командира, которого расстреливает полицейский, его задержали рядом с 30-ю обгоревшими людьми. Я вот хотел сказать, так сказать, трупами, но давайте будем откровенны. Не все они были ещё мертвы. Значит, те, кому повезло, они вдохнули, значит, пары горящего бензина, они, значит, от ожога в дыхательных путях уже умерли к тому моменту, когда их обнаружили. А другие были вот обожжённые, полностью сгорела кожа, и дело только времени, когда они в мучениях умрут. И вот на глазах этих вот замученных людей, они ещё живы, но они обречены, и вот на них глазах этот вот генерал расправился с тем, кто их сжёг. Он не стрелял ему в банальное отверстие, не стрелял в живот, в колено. Он гуманно, насколько это возможно в той ситуации, выстрелил ему в голову из револьвера. Вот. Вот такая штука. Удовлетворило ли это тех людей, которые рядом с полностью сожжённой кожей ждали своей смерти, молили Бога о смерти? Вот, я не знаю. Это за кадром осталось. В кадре вот только он. Вот это вот событие. Вот. Так вот, теперь, да, это называется информационное противостояние, информационная война. Вот эту вот информационную войну, движение борцов за мир, движение поддержки Вьетнама, его поддерживала, значит, коммунистическая партия, советская коммунистическая партия, вот советская и другие, значит, партии других социалистических стран. Всё это вот так вот была поддержка, распускались там, так сказать, щупальцы. Работа шла. Финансируемая, кстати говоря, из Москвы. Вот. Теперь, значит, время поменялось с тех пор. И теперь появилось такое движение Me Too. Мы тоже. Или я тоже. Движение началось с того, что некоторые деятели шоу-бизнеса, оказывается, заглядывались, и не только заглядывались, на, значит, своих актрис. А иногда страшно подумать и на актёров. Да, были и такие. Вот. Ну и, соответственно, не только заглядывались, приставали. Ван Штейну не повезло. Ему, значит, по полной программе досталось. Ему, по-моему, получил срок. Затайте вот харассмик, за приставание. Люди жаловались. Я тоже, я тоже. Всё поддерживали. Вот. Не будем смотреть фильмы с участием этого актёра. Переснимались уже снятые фильмы, в которых этот актёр играл какую-то роль. Вырезалась его роль. Заменялась другим актёром. Всё это склеивалось. Выбрасывался персонаж. Из сериала. Значит, снимался уже без него сериал до конца. Как вот крайне успешный сериал. Успешный он был, кстати, благодаря Кевину Спейси. Кевину Спейси пришлось вырезать, а последний сезон прошёл без него. Ну, я последний сезон не смотрел. Ну, извините меня, я вот не присоединился к движению МИТУ. А надо было посмотреть, поддержать. Вот. И главное тут такое, я тоже. И вот скажи, что ты не тоже, да. Я вот считаю, что он не прав. Ой, я считаю, что он не прав. Вот там, значит, некий мужчина пытался впарить фальшивую 20-долларовую купюру, хреновенько сделанную. Продавец магазина пришёл к нему, говорит, отдавай. Деньги, отдавай товар обратно. Значит, твоя фальшивая купюра. Вызвал полицию, полицейский его задержал. Тот 20 минут кричал, я умираю, я задыхаюсь. Короче говоря, в конце концов, он умер таки, задохнулся. И теперь движение в защиту кого? Вот этого вот мелкого жулика, который, так сказать, погиб в руках полиции. Пожалуйста. Массовое движение. И сказать, что я против нельзя. Потому что ты скажешь, что ты что, расист? Ты же не расист. Нет, я не расист. Ну, тогда давай будем за него заступаться. Хотя надо понимать, одно дело действительно против расизма выступать, а другое дело, ну, против мелкого уголовника, с которым, да, жёстко обошлись. Что очень неприятно. Что очень плохо. Вот. И теперь, значит, такое движение «Поди против, что скажи». Сейчас очень популярно отношение, негативное отношение к действиям Российской Федерации. Российской армии на территории, так сказать, Украины. Вот. Резко негативное отношение. Значит, в каком положении, например, Макдональдс находится? Если он сейчас не прекратит свою деятельность в России, скажут, а мы не пойдём в Макдональдс. В КФС не прекратит свою деятельность в России, они не пойдём в КФС. А вот не прекратит свои фильмы прокатывать там, скажем, какие-нибудь голливудские компании в России. Мы не пойдём смотреть эти фильмы. Не прекратит Голливуд производство своих фильмов. У нас даже были запущены производства нескольких фильмов в России. Вы знаете, они снимают, финансируют эти фильмы. Нет, пришлось прекратить. Потому что там публика не пойдёт. Публика вот так решила. Вы знаете, вот. Я-то вырос в советское время. И нам в советское время рассказывали неприятные вещи про западную демократию. Нам приводили в пример. Вот, говорит, посмотрите, как описывает выборы Марк Твен. Вот, посмотрите, как он их описывает. Вот же балаган. А вот это уже после было советской власти. А вот посмотрите, как выборы показываются в американском фильме «Банда Нью-Йорка». А вот другой фильм. Действие происходит уже в 20 веке. «Канзас-Сити». То же самое. Это просто какое-то жульничество. Надо, чтобы кого-то выбрали. Вот и всё. То есть, ну, по крайней мере, на выборах побеждает тот, кто сумел понравиться. Вы понимаете? Вот представьте себе ситуацию, когда выбирают, ну, руководители какой-то серьёзной организации. Его выбирают люди, которые в этом понимают толк. Его назначают, я бы сказал. Да, выбирают, кого бы назначить на эту должность. А тут приходят люди. Мы проходим голосование, кто нам больше понравится. Вот так выбирают президентов. Да, это принятая практика. Но теперь эта практика стала шире. Теперь также выбирается политика. Вот, в принципе говоря, во время нарастания вот этой напряжённости перед началом спецоперации, перед этим, в общем-то говоря, чувствовалось, что американская внешняя политика находится в состоянии некого смущения. Дело в том, что ему нужен блок России-НАТО-США для противостояния с Китаем. А тут, вот понимаешь, вот не получается. Надо, чтобы поскорее закончилось. США не будет вмешиваться, американские солдаты не будут участвовать в этом конфликте. Он же несколько раз заявил, дедушка Байден, так мои зрители называют дедушку Байден, так они называют американского президента. А мы не будем очень жёстких санкций вводить. Ну, правда, пришлось отказаться. А как, значит, не вводить? Говорят работники порта, а мы не будем разгружать груз нефти из России пришедшей. Всё, пусть поворачиваются, плывёт обратно. Всё, вопросов нет. Значит, покупать не будем, если не будут разгружать. Вот так вот народ теперь делает политику. Народ, причём, делает рублём её. Вот не буду покупать, и всё. Раньше это делалось только в плане торговли. Я вот хочу купить телефон, так сказать, раскладушечку. Будут у меня раскладушечки делать. А кто-то говорит, не, раскладушка это уже слабо. Хочу покупать телефон, смартфоны хочу, да, с экранчиком. Ну, давай, теперь будем такое делать. Ну, что, если хочешь, будем такое делать. Вот это вот очень такая вот ситуация достаточно яркая. Она перешла теперь ещё и в политику. Вот. То есть тут теперь вот такой вот расчёт холодный, да, как здравый смысл уже в международной политике не играет. Что скажет толпа? В общем-то, это напоминает то, для чего раньше был термин, такое ахлократия. Власть толпы. Но она теперь есть, от этого никуда не денешься. Толпа так решила. Вот надо было, раньше говорили так, победа в информационной войне. Ну, значит, как-то информационная война, это было что-то такое второстепенное. Ну, так сказать, приправа, приправа. Так, чтобы вот громче звучали трубы нашей победы, чтобы ещё было, да. А они заглушают звучание наших труб победы. А это просто делать победу невозможно. Потому что принимаются конкретные решения. В том числе на политическом уровне. Вот какая штука получилась. То есть, теперь справедливо не то, что на самом деле справедливо, а справедливо то, что решит толпа. Толпа так решила, да. Распни его, распни. Вот я помню, значит, такую толпу средневековую в фильме. Фанцузский фильм был. Тобор Парижской Богоматери. Там вот была такая вот толпа парижская. Ну, средневековая. Вот теперь толпа такая парижская. Теперь уже не над Квазимодой глумится. Она глумится над целыми странами. А куда ты денешься? Все так делают. Не будешь так делать, плохо будет. Вот у нас есть такая газета. Для научных сотрудников. Ну, она не только читай кто хочет. Вот есть. И в ней попытались опубликовать некое, так сказать, возмущённое письмо с огромным количеством подписей. Поняли, что это письмо опубликовать нельзя. Но подписи всё равно опубликуют. Почему? Потому что надо, чтобы там знали, что вот эти вот учёные, они мету. Они тоже против. И вот вы их, пожалуйста, не наказывайте. Пусть они тоже продолжают заниматься работой. Пусть их статьи печатают в западных изданиях. А сейчас обязательно надо печатать в западных. А где у тебя статьи в зарубежных журналах? Так, разумеется, ты конкурс не прошёл. Вот такие вот дела. Вот, тогда их будут, они будут печатать, не будут с ними работать в коллаборации, да. А сейчас, ну, как вот, на чём сейчас работать физику-ядерщику, которая занимается экспериментами с физикой элементарных частиц. Вот на суперколлайдере. Всё. Ты тут не нужен, уезжай. Мету, ты не тот, ты не с нами. Значит, нужно откровенно сказать. Я обосуждаю. Так, раньше было, я не считал, но осуждаю. Помните? Ну, вот теперь я... Вообще мне глубоко пофигу, но я осуждаю, потому что вы так мне сказали. Надо судить. Иначе вы меня накажете. Вот так вот дела. Вот так вот история совершила свой оборот. И сейчас идёт первый, наверное, конфликт такой эпохи. Мету. Всё. Вот так. Да, теперь этот конфликт ещё к чему приводит. Большие сложности теперь появились с движением денежных средств. Вот я это видео собираюсь расположить на Ютубе. Я не знаю, будут ли приходить деньги с Ютуба, потому что вот 22 марта мы узнаем, сумеют ли они перевести или не сумеют. Скорее всего, не сумеют. То есть то, что вы посылаете мне на этих самых во время стрима через Ютуб, не дойдут. Даже Данэш Аналец не всегда исправно работает, потому что вот он сегодня не сумел мне перевести. То, что там немножечко у меня собралось за предыдущий день. Единственное, кто работает напрямую, это Сбербанк. Вот у меня внизу есть номер счёта, номер сбербанкской карточки. Киви кошелёк и Юмани. Но ещё есть кошелёк ВКонтакте, он тоже работает. Вот это работает. А всё остальное я пока не знаю. Мету, короче говоря. Вот так вот. Поди, возрази против, да? Да? Нельзя, 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 нельзя. Вот деньги пришлите мне, я вот в них нуждаюсь. Вот говорю вам правду. Я никогда не старался одеваться так, как все. Всегда шёл поперёк, не по течению, не против, а поперёк. Потому что вот приветствовался либо по течению, либо против. И там, и там были спонсоры такого движения. А я поперёк. Ни туда, ни сюда. Вот. Ты кто, говорит, альтруист или мизантроп? Тебе просто пофиг. Ну, пока. Субтитры сделал DimaTorzok